ВЗРЫВ Англия, 2009 год. 12-летняя Элизабет Твейтер возвращалась с велосипедной прогулки. На окраине парка девочка натолкнулась на невидимое препятствие. Было ощущение, что ее окружила невидимая стена. Несколько часов Элизабет пыталась вырваться из этой ловушки. Она тщетно искала выход и звала на помощь. Но проходившие мимо люди не замечали ее и не слышали крика о помощи. Лишь через два часа прозрачная стена исчезла, и девочка смогла вернуться домой. Элизабет попала в параллельный мир. Щучинский район. Хутор Пелевцы. 22 марта 12-го года около 10 часов вечера Виктор Мисюкевич заметил в небе красный светящийся треугольник. Ну, такой вот треугольник, как я вам объяснял. И от него идут усы. Двое так отсюда, две усы отсюда идут. Вот. Сам треугольник. И справа из тренут, как вот я смотрю, вот такая вот, как бы, розовая полудуга. Слева ничего. И это очень хорошо видно даже без бинокля. Загадочный треугольник испускал яркое свечение. Виктор бросился к соседям. Оказалось, они тоже заметили необычное явление. Дорогие мои, тут я не понимаю, потому что если бы это видел один человек, мы видели это троем, даже его дочь, их не тоже видала. Таинственный объект медленно перемещался к линии горизонта. Под утро он скрылся из глаз. Мы все взяли бинокли, и то же самое, что он объяснял, то же самое мы все увидели. Красного цвета, с всякими такими антенками, яркое все вниз. Но мы наблюдали где-то до полчетвертого утра. Потому что она все время сходилась вниз, 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 вниз. Что это было? Соседи собрались под вечер в доме у Кузнецовых делиться впечатлениями и попытались нарисовать объект. А вот здесь только выдвигалась какая-то вот такая, как змеиная жала. И потом обратно она опустится. Нет, выдвинется она, определенное время стоит, затем оно раздваивается, и тогда отсюда идут ветки. Вот такие вот, как бы антенны. Их хорошо видно, именно три отсюда и три отсюда. Ровно в десять вечера за окном залаяли собаки, а над хутором вновь появился таинственный треугольник. Ошарашенные люди выбежали во двор. Испуская красное свечение, объект висел в ночном небе. А жители села снова рассматривали его в бинокль. Очень хорошо видно в бинокль кучу огней. Как бы вот когда вот фонарик какой-то, шестиламповый такой вот есть, восьмиламповый, вот то, что он вот такая вот, как бы вот так вот сюда смотрит. Аж даже глаза слепит. Бинокль-то очень хорошо видно. С тех пор вот уже месяц, каждую ночь ровно в десять часов, НЛО, именно так стали называть его жители хутора, появляется в ночном небе. А под утро исчезает за горизонтом. Местные жители уверены, что имеют дело с внеземным разумом. Мы сначала думали, может быть, действительно тут НЛО какой-то мутит. Что оно там стоит именно сюда на нас смотрит? Главное, фонари сюда смотрят. Мы тут в бинокль. Я говорю, может, пора убегать? Сейчас он приземлятся. Своруют нас вот отсюда. Исследователи аномальных явлений предположили, что таинственный треугольник может иметь техногенное происхождение. Возможно, очевидцы наблюдают военные учения. Однако эта версия проверки не выдержала. Даже вот небольшие консультации, которые я уже провел с друзьями военными, они не смогли чего-то подобного, по крайней мере, на вооружении нашей белорусской армии, чего-то такого подобного найти. А значит, в небе летает НЛО. Но чем привлекает космических пришельцев заброшенный хутор? И почему они регулярно появляются именно в этом месте? Вообще, треугольные объекты достаточно, можно так сказать, редкая форма НЛО. Не настолько может быть редкая вообще, но по ним, по треугольным объектам, можно воссоздать даже некие траектории полета, по которым находятся более-менее аномальные участки. Значит, окрестности хутора являются аномальной зоной. Ольга Кузнецова вспомнила, что когда они с мужем три года назад покупали этот дом, хозяева предупредили их об этом. Тогда этот рассказ показался Ольге несерьезным. Нам рассказала хозяйка этого дома с дочкой, которую здесь проживали, что они тут наблюдали тоже, видели, какой-то над ними здесь шар летал. Ну, тоже в небе. Именно шар почему-то. Вот они видели шар. И часто летал. И после вот этих вот явлений шара, что они видели у них, умирал скот. Ольга задумалась лишь, когда обнаружила в лесу недалеко от хутора выжженные круги. Это произошло прошлым летом. Они с соседом пошли за грибами. И когда мы подходили к лесу, там действительно было большой выжженный круг. Пятно. И, кстати, оно очень долго было, пока находилось очень долго это пятно, пока трактора там уже не запахали. Там даже ничего не росло. Виктор Мисюкевич тоже не может забыть этот случай. Круг, так вот, скажем, если вот так вот так вот, 15 на 15 в радиусе, там не то, что выжжена трава. Там вот такие березки, которые там были, да? Там же видно их дальше, кустарнички такие. То только вот маленькие такие пенечки этих остались. Ни веток, ничего. Земля настолько выгоранная. Виктор Мисюкевич выяснил, за несколько дней до этого житель соседней деревни видел в лесу посадку светящегося шара. Он назвал его летающей тарелкой. Где-то до того, как мы с ней за грибами ходили, с Ольгой Владимировной, где-то примерно, может быть, недели три, что какой-то житель выгонял там каких-то овец пропастись утром. И именно сам он видал. Сам видал, как эта тарелка на землю приземлялась. Вот, ну, не знаю, там его посчитали вроде бы, типа, как он то ли пьяный был, то ли с Бадуна был, что-то этому не поверили. Ну, разговор такой был. Оказывается, подобные случаи известны следователям. В 80-е годы в Гомельской области наблюдали, как несколько светящихся шаров оставили после себя точно такие же следы. Очевидец описывает то, как он столкнулся с некими светящимися огненными шарами на поле, после которых остались выжженные круги травы. Ну, возможно, в данном случае мы имеем нечто подобное. Либо же встреча с шаровой молнией, либо же, возможно, действительно, неким объектом, который инициировал появление круга. Виктор Мисюкевич признался, что заметил странности еще зимой. На протяжении нескольких месяцев он слышал подземный гул. Это особенно в морозную погоду слышно, что какой-то гул бы как подземный, провода вот и все такое прочее. Ну, это ж не от мороза же. Ну, это буквально, ну, минут сорок. Потом это все истихает. Ну, это постоянно было такое вот, появляется ночью, где-то примерно от часу ночи до двух. Ну, зимой так появлялась. Ну, и все. А сейчас вот это все затихло. Вот эта штучка появилась. Виктор и Ольга видели светящийся треугольник примерно в 15-20 километрах от хутора. Этот участок может являться некой аномальной зоной, неким таким локальным, так сказать, участком, где могут происходить различные аномалии. Поэтому, может быть, даже этот объект видится непосредственно из этого места. То есть есть свидетельства, которые говорят о том, что некоторые объекты видят только люди из определенных мест. То есть не все наблюдатели. Белоруссия. Вилейский район. Именно здесь археологи нашли 23 мегалита. На их горизонтальной поверхности круглые отверстия. Лунки. Ну вот эти луночки, значит, они искусственного происхождения. Ну, науковцы еще говорят, что, может быть, до начала Железного века еще эти ямки высекались. Но вообще все склоняются к конец каменного и бронзового века. Назначение странных лунок непонятно. Скорее всего, подобные валуны были местом исполнения древних культов. Эта версия находит отражение в белорусских легендах. Камни с лунками наделяют магической силой. Вот эти валуны появились на окраине белорусской деревни Цинцевичи лет 30 назад. Примерно в километре отсюда, вот в северо-восточном направлении, когда проводили мелиоративные работы, там был сосновый лесок, был пруд, и причем этот пруд назывался Купелище. Тоже такое очень интересное название, связанное, видимо, с какими-то древними обрядами. Эти камни были там, лежали в своем естественном местоположении. Но потом мелиораторы все стягивали вот сюда, к этому кладбищу. Вот они попали сюда. Камни сложили около деревенского кладбища, установили табличку для туристов. И с тех пор в округе начали происходить необъяснимые вещи. По ночам на кладбище стали появляться призрачные фигуры, а над валунами местные старожилы замечали золотистое свечение. Про этот камень, вот где вы стоите, про него тут местные говорили старички, что якобы на нем иногда появляются золотые монеты, засверкают, какие-то огоньки засверкают. На берегу озера, где были найдены эти валуны, грибники стали встречать странных существ. Ну, недалеко отсюда есть деревня, там бабища деревня. Там легенда рассказывает, что женщина собирала в лесу чернику, и вдруг видит, идет какой-то странный человек такой волосатый, и несется дерево прямо с корнями, с ветками на плечах. И она его увидела, и он тут же раз и пропал. Над лесом стали появляться необъяснимые светящиеся шары. Вот 20 лет назад здесь достаточно много было светящихся шаров, НЛО, но затем вот на протяжении там длительного времени вообще ничего не было слышно, и только в последние годы опять что-то появляется. Что же происходит в Вилейском районе около древних валунов? И что означают лунки, нанесенные на камень? Нет единой стандартизации. Здесь под расположением лунок нужно искать какие-то аналоги, может быть, даже и в виде звездных созвездий. В 2011 году в руки исследователей попал засекреченный документ. Отчет археологов, которые изучали луночные камни еще в советское время. Оказалось, ученым удалось найти камень с хорошо сохранившимся рисунком. Согласно, опять-таки, неопубликованным данным, но данным, содержащимся в отчете Института истории за примерно там 80-е годы, на этом камне выбиты созвездия Плея. Эта секретная информация заставила независимых исследователей отправиться в Вилейский район. Им удалось разыскать еще несколько древних валунов с похожими астрономическими символами. Мы обследовали пока около десятка камней. На одном из камней достаточно четко прослеживается большая и малая медведица. Похоже, что таинственные лунки на древних камнях – ничто иное, как карта звездного неба. Неужели человек каменного века обладал столь глубокими знаниями астрономии? Я убежден, разгадывать тайну лунок, исходя из каждого камня по отдельности, невозможно. Может быть, все они вместе составляют какую-то единую карту звездного неба или чего-то, на что обращали внимание наши предки. Недавно была составлена карта расположения луночных камней на территории Белоруссии. Оказалось, что все валуны были найдены в местах, которые местные жители называют гиблыми, а исследователи считают аномальными. Исключений нет. Ну, неясно, камни символизируют или ограничивают ли камни некие зоны, но вполне может быть, что эти зоны, они могут как-то совпадать с древними культовыми и сакральными комплексами. То есть это, опять-таки, одна из гипотез, которая существует в нашей среде о том, что некогда и древние святилища, и камни, они могли находиться в чем-то, что мы сейчас называем аномальная зона. Аномальная зона – это территория, на которой наблюдаются неподдающиеся научному объяснению явления. НЛО – пространственно-временные нарушения, полтергейст или привидение. Есть основания утверждать, что в тех деревнях или населенных пунктах, которые примыкают к аномальным зонам, либо же непосредственно расположены в них, люди чаще обладают паранормальными какими-то способностями, они действительно могут, наверное, видеть какие-то видения чаще, чем в других местах. Согласно одной из гипотез, именно в аномальных зонах находятся порталы, которые связывают наш мир с параллельными вселенными. И через эту дверь человек может заглянуть в иную реальность. Возможно, уже тогда в камне отмечали такие участки, где люди видели что-то. И, может быть, они наносили количество, например, объектов, может, для них это являлось чем-то обожествленным, вот именно то, что они видели. Может быть, ну, можно рассматривать различные версии. Поэтому в народе аномальные зоны называют гиблыми или проклятыми. По версии белорусских исследователей, луночные камни могли предупреждать людей, что это место опасно. Северное Причерноморье. Горная Адыгея. Долина реки Белая со всех сторон окружена горными массивами. У подножья гор древние дольмены. Они построены во втором тысячелетии до нашей эры. Назначение этих сооружений до сих пор остается загадкой. По одной из версий, это погребальные камеры. По другой, культовые шаманские сооружения. Но есть гипотеза, что в древности дольмены использовали для связи с параллельными мирами. Есть причина, по которой они начинают взаимодействовать. С тем или иным человеком на том или ином уровне интенсивности. Кого-то припугнут, кого-то напугают до смерти, кому-то вообще ничего не придет. Сейчас дольмены разрушены, но тем не менее, именно они сделали эту долину аномальной. Возможно, проявление непонятных энергий, каких-то геофизических явлений воздействует на сознание человека таким образом, что он начинает подключаться к тонкому миру, становится более восприимчивым. Ну, то есть, возникает некая сенсорность человека. Это чувствуют все, кто находился в этом месте хотя бы несколько дней. Андрей Василенко уверен, что в районе реки Белая расположен вход в параллельный мир. Здесь какая-то граница, то есть, я переходишь, и там совсем другое мироощущение. То есть, такой вот подъем, бодрость, бодрость наступает. Я такая вот прям, хочется что-то делать. Елена Ордынцева много лет занимается шаманскими практиками. Говорит, что работать с существами из других миров – ее профессия. По ее мнению, в долине реки Белая обитает множество потусторонних сущностей. Здесь есть и реликтовые духи. Духи предков, я тоже думаю, присутствуют, безусловно, конечно же. Ну, их просто очень большое разнообразие, всех не перечислить. То есть, духи воды, духи воздуха, духи земли. То есть, это только то, что стихийные духи, духи огня. Елена почувствовала это в первый же день. Это началось вечером, когда все легли спать. Я поселилась в Чуме, остановилась. В Чуме я поселилась одна. И когда уже наступила глубокая ночь, вдруг стали слышаться какие-то шаги. Но я подумала, что это кто-то из ребят, из местных. И, собственно говоря, у меня не было там ни страха, ни спуха на эту тему, потому что все было логично и обоснованно. Я даже пошутила, что у нас здесь за крупные мыши такие тут ходят. И только утром на следующий день, когда мы уже стали эту тему обсуждать с народом, который здесь присутствует, выяснилось, что никто в этот момент не ходил, и никого в этот момент не было. Поэтому, что это было, для меня до сих пор остается загадкой. Но было ощущение такое, что вот прям вот кто-то очень плотно, очень конкретно, на Чуме, ну, что это человек. Елена убеждена, у этого места есть потусторонний покровитель. Именно его и чувствуют живущие здесь люди. Вот у этого места есть конкретно охранник. Я его так называю. Ну, вот просто по ощущениям, да, то есть напоминает, как... Вот как зайдешь, да, то есть он по-разному очень людей встречает. На некоторых есть... Были истории, когда действительно нападала просто паника. В июле 2011 года покровитель показался людям. Его видели сразу несколько человек. На речке были фигуры, кстати. Видел, да, значит, там вот слева наблюдал, значит... Знаете, типа водяного, только он худой. Синего цвета с длинными волосами. А на озере, расположенном около реки, появились русалки. Сегодня известно, гибрид человека и рыбы действительно существовал на Земле. По одной из гипотез, русалки не исчезли с лица Земли, а переместились в параллельный мир. Мы тут просто праздновали Иван Купалу и пели обрядовые песни русалчьи. И вот после этого они очень сильно оживились и стали просто проявленными такими, мощно проявленными. Теперь с ними можно разговаривать. По народным представлениям, русалки и водяные – это потусторонние сущности, охраняющие водоем. В ночь на Ивана Купалу на берегах рек и озер славяне проводили обряды и пели магические песни. Русалии. Таким образом, они пытались установить контакт с жителями параллельных миров, духами воды, Земли и воздуха. То есть это все равно тонкого плана существа, да, то есть поэтому в плотном каком-то, я сейчас просто боюсь что-нибудь соврать, что там плотное воображение какого-то, да, но просто ты приходишь и понимаешь. И ты можешь задать вопрос и услышать ответ. Согласно последним исследованиям в области физики, эти обрядовые действия имели под собой вполне материальную подоплеку, если предположить, что духи существуют в параллельных мирах. Информация может находиться в неком отдельном измерении во Вселенной, то есть существует некий информационный слой, с которым может контактировать любая частица этой же Вселенной. И сознание человека может также контактировать с вот этим информационным слоем и настраиваясь подключаться к любому блоку информации. Приблизиться к параллельному миру и установить контакт с его обитателями легче всего в местах, которые обладают природными аномалиями. Ведь именно здесь из недр Земли выбрасывается энергия, с помощью которой соединяются миры, находящиеся в разных измерениях. И то, что называют тонким миром, там, иными планами, параллельными мирами, это просто, может быть, те аспекты, которые сознание до определенного момента не воспринимает. А потом, в какой-то момент, переключаясь, начинает воспринимать. И мы видим мир более объемным. И мы можем черпать информацию из нематериальных источников, вне чувственную информацию, которая может нам повествовать о будущем или о прошлом. Сейчас наша съемочная группа присутствует на обряде жертвоприношения, который совершает Елена. Она пытается установить контакт с духом, покровителем этой аномальной зоны, которого видят туристы и местные жители. Когда делаешь обряд, да, то есть многие вещи просто приходят в моменте. Просто ты знаешь, вот как раз из общения с духом места, они обычно говорят, что нужно делать. То есть вот как, в каком варианте. И вообще, да, то есть есть форма обрядовая, то есть тогда уже идет реконструкция, так как этот обряд, он именно прописан поколениями, да, то есть прописан в поле. И тебя слышат, потому что ты делаешь эту форму. Это одна история. А другая история, это когда ты уже выходишь на контакт непосредственно с духами места, у тебя есть достаточная сила практики, да, и говоришь, ну, делаешь то, что нужно, и вот уже по результату. Потому что любая шаманская история, шаманские практики, это всегда по результату. Сначала подготовка. На закате Елена собирает специальные травы и цветы. Говорит, во время обряда будет варить напиток силы. Он и будет жертвоприношением духу-покровителю. Это место, оно целительское, в нем есть такой очень большой целительский потенциал. Здесь очень серьезно поправляется здоровье. Очень много приезжающих сюда людей уже об этом знают, говорят и уже, ну, вот проверили, да, то есть, ну, это происходит только после того, как место открывается. То есть здесь очень серьезная большая целительская сила Земли. И, безусловно, это происходит через разговор с духами. Вечером разжигают костры и украшают алтарь. Согласно шаманской традиции, на алтаре должно быть много свечей, белых предметов и цветов. Я бы сказала, что она очень активная. Она активная, она открытая, и она очень серьезно откликается на то, что есть внутри человека. Ну, то же самое, да, то есть такие места есть на Земле, их достаточно много. Байкал, например, да, то есть там то же самое, что ты внутри себя привез, то у тебя и произойдет. То есть это по обращению, да, то есть здесь активно. Потому что если ты подношения не сделал, то чуть, ну, потеряешь там какую-нибудь там историю. Ну, то есть они требовательны и требуют к себе уважения. То есть, ну, точно так же, как с людьми. Ровно в полночь Елена со своим помощником начинают призывать духа покровителя. Вода в котле закипает. Бубен, непременный атрибут камлания, отставлен в сторону. Итак, напиток готов. Первая порция духом. Затем пьют шаманы. Потом все остальные. Елена удовлетворена результатом. Говорит, что чувствовала дух хозяина долины. Теперь он откроет для участников обряда целебную силу этой аномальной зоны. Белоруссия. Несвиш. Родовой замок Радзивиллов. В 2002 году ночной сторож Владимир Журавский, совершив обход замка, собирался ложиться спать. Вдруг он заметил за окном темный силуэт. Родовой замок Радзивиллов. И это минута... Минута была. Минута. Целую минуту? Да. Ну, может, и меньше там, наверное. И все. Потом окно... Мужчина бросился на улицу и увидел, что одна из башен замка загорелась. Вот что вспоминает жена Владимира. Наверное, Саша первый мне позвонил. Спросил. Да, Саша, мама, где папа? Я говорю, где журчуня? Ты что в замке пожар? Это и он позвонил. Владимир Журавский уверен, призрак черной пани спас Несвишский замок. Накануне пожара в башне замка, якобы он увидел, что это черный силуэт, который примелькнул. Он вышел посмотреть и заметил пожар. И благодаря этому, как бы сказать, вовремя были вызваны пожарники. Считается, что призрак черной дамы охраняет Несвишский замок. Владимир Журавский был единственным не из рода Радзивиллов, кто видел собственными глазами черную даму. Призрак обычно показывается только членом семьи, накануне трагедий или неприятных событий. Но если это по крови представитель рода Радзивиллов, и он находится в этом замке, то, вне всякого сомнения, согласно легенде, он может какую-то весточку от этого привидения получить. В 1935 году последний потомок из рода Радзивиллов Эльшбета жила в замке со своими родными дядями Леоном и Каролем. Ее отец Антоний был тяжело болен и находился в это время в Варшаве. Перед Новым годом Радзивиллы устроили вне свежеприем. И вот по ее словам, 18 декабря 1935 года здесь тоже было много гостей, и ее дядя Кароль очень поздно пошел провожать тех из гостей, которые уезжали. Вернувшись в замковое покое, он был очень заметно взволнован. И на вопрос родных, что его так взволновало, он ответил, что в одном из окон левого крыла замка, он увидел вот это привидение, которое с такой укоризной ему сказало, мол, вы здесь выселитесь, а в это время твой брат умирает в Варшаве. Только несколько дней спустя выяснилось, что именно в ночь с 18 на 19 декабря 1935 года князь Антоний Альброфт в Варшаве скончался. Во время Второй мировой войны в Несвежском замке, который находился на оккупированной территории, располагался элитный госпиталь офицеров Люфтваффе. Здесь случились немецкие летчики, люди суеверные, они верили тоже в это привидение, причем если где-то в темных закоулках замка, как рассказывали люди, которые еще живы, которые работали здесь в то время, они видели какое-то шевеление, это шевеление не реагировало на окрик, они стреляли без разбора и в панике убегали с криками «Шварцфрау!». Кто же такая черная пани? В Несвеже существует легенда, что это неупокоенная душа польской королевы Барбары Радзивилл. Она умерла через пять месяцев после свадьбы в 1551 году. Говорят, молодую королеву отравила мать ее мужа Бонасфорца, которая была категорически против этого брака. Сама смерть ее была обставлена очень загадочно. Во-первых, очень скоропостижно все это происходило. Во-вторых, болезнь не могли идентифицировать медики придворные, потому что это были язвы на теле, это очень неприятный запах, который исходил. Все очень боялись просто даже заходить в ее покой. И только один король постоянно находился при ложе своей супруги до последнего момента, пока она не умерла. Барбару Радзивилл похоронили, но король Сигизмунд не мог смириться с кончиной супруги. С помощью колдовства он попытался вернуть любимую. Поскольку это была любовь в самом что ни на есть высоком проявлении своем, он после кончины супруги очень долгое время не мог опять обрести себя. Он не мог понять, как ему теперь жить без нее дальше, что ему делать. И он обратился к алхимикам Твардовскому Мишеку с просьбой провести спиритический сеанс. Для того, чтобы путем спиритизма пообщаться с духом умейшей супруги, чтобы она могла дать ему какой-то совет, как ему продолжать жить, что ему делать. Алхимикам удалось вызвать дух Барбары. Она появилась в комнате внезапно, как будто вышла из своего портрета и выглядела, как живая. Король не выдержал и бросился к ней. Якобы послышался взрыв, потом начали чувствовать такой трупный запах, и дух Барбары просто исчез. А поскольку он был спугнут, то он, естественно, не мог уже вернуться обратно, вернуться в тело, в могилу. Во время спиритического сеанса открывается портал в параллельные миры, где обитают души умерших. Но если портал неожиданно закрыть, душа окажется в ловушке и не найдет дорогу назад. Но есть и другая версия появления призраков. Анализируя легенды о привидениях, исследователи заметили, призраки и привидения всегда появляются в одно и то же время, в одном и том же месте и совершают одни и те же действия. Допустим, старый князь владелец какого-то замка. Он привык в 10 вечера со свечой обходить свои владения. Заходит он в подвал, его внезапно убили. А вот в момент таких стрессов душа получает очень мощный набор энергии вот в этой ситуации. То есть астральное тело ее получило огромную энергию и зациклилось на вот этом событии – обход замка со свечой. Реальная душа действительно поднялась, ушла, прошла все инстанции, ее нет. А вот это светящее себе тело осталось. Вот это и есть призрак. И он зациклен теперь на том, что он должен в 10 часов вечера, стоит программа, каждые сутки обходить. Вот и обходит. Говорят, что каждую ночь призрак черной бани обходит Несвежский замок. Сотрудники музея рассказывают, что иногда в галереях сам собой включается свет, а в окнах мелькает женский силуэт. Каждую ночь с 15 минут 2 до 15 минут 5 это привидение, поднимаясь из подвалов замка, обходит все эти покои. Бывшие владельцы замка не боятся черной бани. Они считают, что это доброе привидение, которое вот уже 500 лет охраняет замок. Известно, что в подвалах Несвежского замка есть тайники, в которых спрятаны сокровища родцевиллов. Каждый богатый род шляхецкий, он, естественно, имел определенное свое состояние. Ну и в средние века, естественно, оно было представлено не в виде депозитных вкладов в банк, а, естественно, в виде материальных ценностей. Будь то произведение искусства, либо золото, серебро, привезенное из военных походов в другие государства, трофеи. Вот, все это складывалось и хранилось. Говорили, что главное сокровище – золотые фигуры 12 апостолов, привезенные из Константинополя. Они хранились в подземном тайнике, но где именно знал лишь глава рода Радзивиллов? В роду Радзивиллов было такое, ну, внутриклановое такое постановление, правило о том, что вот именно вот эта вот сокровищница, она не должна покидать пределов Несвежа. А по тайнике знали только вот представитель самого рода Радзивиллов и доверенное лицо из обслуживающего персонала. Там, как правило, это был управляющий. Возможно, кроме золота и драгоценностей в подземельях замка до сих пор хранятся тайные сокровища, о которых знал лишь основатель и строитель Несвежского замка Николай Радзивилл по прозвищу Сиротка. Ведь он был членом древнего тайного общества, охранявшего гроб Господень. Поскольку он очень сильно уверовал, был лицарем гроба Господнего, он был приором, то есть настоятелем всех лицарей в Святой Земле, которые охранялись в природных местах. Радзивилл Сиротка провел в Святой Земле несколько лет. Известно, что на родину Сиротка привез секрет бальзамации. Он был уникален для тех времен, был типично Несвежский. Отличался от других методов бальзамации тем, что Радзивилл Сиротка, он, когда был в Святой Земле, привез вот эти благовония для бальзамации и привез метод бальзамирования. По возвращении около замка был построен этот костел, а под ним – крипта. Там – место захоронения Радзивиллов. До 18-го столетия захоранивались методом бальзамации, бальзамировали тела. С 18-го столетия начали захоранивать методом герметизации. Придворный враж, я так шуткой всегда говорю, что плохо сделал, Радзивиллов взял и не предупредил, что умрет. И секрет бальзамации унес в могилу, поскольку они не записывали секрет, чтобы он не был украден и не использовался в других местах. Считается, что уникальный способ бальзамации утерян. Однако в 1953 году, после смерти Сталина, НКВД попыталось узнать этот секрет. Приехала комиссия бандитов, как я могу назвать их. Потому что так поступили, как бандиты, по-другому не назовешь. То есть ворвались они здесь в высыпальницу, комиссии НКВД и так далее. Что они сделали? Они открыли саркофаги некоторые и по ошибке открыли... Ну, не по ошибке, то есть они думали, что это самый лучший метод захоронения герметических несколько саркофагов. Просто вскрыли их. Тела в течение нескольких часов от соприкосновения с кислородом рассыпались в прах. Но вернемся к Николаю Сиротке. Известно, что из Святой Земли он привез несколько древних артефактов. Кое-что было безнадежно утеряно, но другие благополучно прибыли в Несвеж и были спрятаны в тайниках замка. Ну, где-то две мумии, но их не смог привезти, поскольку начался шторм, и моряки испугались египетских проклятий. Мумии выбросили в море. Известно, что среди сокровищ, привезенных Николаем Радзивиллом Сироткой из Святой Земли, помимо золотых апостолов, была еще одна мировая реликвия, которую хранил Орден Гроба Господня. Поэтому в 30-е годы к тайнику Радзивиллов проявили неподдельный интерес мистики фашистской Германии. Сплывая история была опубликована о том, что здесь немцев, само следовательская организация Ананербе искала клады Радзивилла. Тайник этот открыт не открыт до сих пор, потому что последний Радзивилл, который и знал о нем, он, как бы сказать, безвременно скончался и вроде бы как не передал своего секрета остальным потомкам. А призрак черной дамы, дух Барбары Радзивилл продолжает охранять тайник. И это, пожалуй, самый лучший защитник древних артефактов. Белоруссия. Старый Кривск. Вот эта церковь на окраине деревни еще не достроена. Пока идут отделочные работы. А два года назад на этом месте стоял древний храм, освященный в честь Николая Чудотворца. Мария Шматкова всю жизнь проработала в этой церкви. Она хорошо помнит, как ранним утром ее разбудила соседка. Значит, я прибегла ко мне соседка, которой видно было, что церковь горит. Разбудила меня и говорит, пожар. Знаете, я спожала еще. Ох, я и бегла сюда. 6 января в 6 часов утра к пылающей церкви сбежались все жители деревни. Пока ехали пожарные, они своими силами пытались справиться с огнем. Приехал благочинный из Рогачева. Ну что ж мы не уберегли церкву? Я говорю, что я возьму и буду веником махать на эту церковь? Что ж делать? Вы же бачите, что все горит. Откуда кто взялся? Никто не знает. Когда приехали пожарные, церковь полыхала вовсю. А прихожане наблюдали невероятное зрелище. На фронтоне храма находилась икона Николая Чудотворца. От нее исходило яркое свечение, которое было видно сквозь пламя пожара. Внутри горит, хронтор горит, а икона эта стоит. И так она светилась, что я стою и говорю, Божечка, Николай Чудотворец, а что ж ты допустишь нам так гореть? А сам-то не хочешь, чтобы ты сгорел. Вот лицо вон там стою, а мне и очи его. И лицо я вот прямо как у солнца швияю. Спустя несколько часов пожар удалось потушить. А на пепелище, практически нетронутая огнем, лежала икона Николая Чудотворца. Мария забрала ее домой. Вот это та икона, что с пожара. Вот она икона какая. И вот эти огласки, вот теперь бачите, как оно здоровилось. А то ж так светилось, вот промах солнца. А теперь уже сказали, что надо все это рассаврировать в рамку. И заберем опять его туда. Исследователи обнаружили в Старом Кривске геомагнитные аномалии. Скорее всего, поселок расположен в аномальной зоне. Спустя полгода здесь произошло еще одно чудо. В апреле начали разбирать завалы сгоревшего храма. Разбирали бревна. И вот тут мальчик один пошел. И он теперь его дома нема. Пошел и кричит, баба Маруся, я икону нашел. Я говорю, дедочка, где ты икону нашел? Все, тут ходила еще не один раз. Все тут и батюшки ходили, и милиция тут уже тысячу раз ходила. И ни денег, никто ничего не нашел. Более, кроме того, что уже с алтара все убрали и закопали. Я говорю, покажи, и он говорит, показала. Я поглядела, это Иисус Христос. Обычная бумажная икона, вставленная в самодельную деревянную рамку, лежала на каменном полу недалеко от алтаря. Она была покрыта толстым слоем сажи. Мария протерла икону и обомлела. По лику Христа текла настоящая кровь. Ну, надо ж такая вот. Чистоплотница взяла и вытерла. Но я только один там стерла вот такой вот шаромок кровоподчека. Забрала домов. Ну, и в моей этой уже все деревни бягут уже ко мне этого. Целовать эту икону. Икона спасителя оказалась чудотворной, рассказывает Мария. Многие, кто приходил к ней помолиться и посмотреть на кровь на лике Христа, выздоравливали. Ну, якобы одна говора, что вот преклонилась, и мне сразу и легче стало. У меня и давления нема. Одна, кажа у меня, вот ноги не так стали болеть. Мария решила отвезти чудотворную икону в ближайший храм. Сегодня она находится в Свято-Покровской церкви в городе Довск. Помолиться перед чудотворным образом съезжаются люди с разных уголков Белоруссии. А прихожане храма помнят, как икона истекала кровью прямо у них на глазах. И вот на Пасху она закровоточила. Прямо, знаете, такие коричневенькие, как лучики. Настоятель храма отец Георгий показывает нам икону. Бережно открывает киот, вынимает обгоревшую святыню. Как бы явление какого-то шуда Господня, где икона не просто кровоточила, но и оставила свои следы то, что икона осталась выселена. Иконушка простая, как вы видите, небольшая, в киотике деревянном. Как бы рамка практически чуть не черный, попел чуть не превратился, а икона осталась вообще нигде, как бы, неприкасаемой огню. Поэтому это двойное чудо, которое Господь явил после того, когда сожалеет этот храм. Отец Георгий рассказывает, что эта икона заинтересовала иерархов церкви. Ведь православная церковь очень щепетильно относится к подобного рода чудесам. В Довск приезжала комиссия и увозила икону в Минск на экспертизу. Приезжали люди, которые хотели узнать, что это кровь или Господня является. Поэтому исследования проводились. Потому что исследовали же с туринской плашаницы, когда брали исследовательское. Потом им брали из икона. И совпадения были после исследования. Кровоточение считается в православии грозным знамением. Отец Георгий уверен, образ кровоточил не просто так. Господь какие-то дает знамения нам грешным, что мы о чем-то задумывались. Задумывались, может быть, на свою жизнь, на своем поведении. Не только, может быть, на тем людям, которые сожгли этот храм. Может быть, из-за наших христианской какой-то жизни. Но оказалось, что в день, когда была найдена кровоточащая икона, в милицию пришли с повинной четверо жителей Могилева. Они признались, что ограбили и сожгли церковь в Старом Кривске. А зачем спалили? Те их заказчик сказали, что вы там ничего не наделали следов? А они сказали, мы же бетоны брали, да их не взяли с собой. А бетоны-то брали, так вот едьте и свои следы хавайте. И они приехали опять за Могилева, наняли такси, приехали и факел кинули, поехали назад. Все, церковь и нет. Там, где наш мир пересекается с другими параллельными мирами, наблюдают аномальные явления в виде НЛО и призраков. А иногда происходят настоящие чудеса. Существа из других миров помогают, защищают и исцеляют. В разных культурах их называют по-разному. Богами, ангелами, духами предков, святыми. И всегда люди пытаются войти с ними в контакт и ответить на вопрос, кто они, откуда и зачем являются в наш мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok